Приветствую всех из общественной палаты Российской Федерации, где проходит конференция по ресоциализации и адаптации освободившихся из мест лишения свободы, а также работы в тюрьмах и колониях. Очень приятный форум такой, где были представители ФСИНа России, представители многих регионов Российской Федерации при поддержке Фонда помощи заключенных. Все-таки тема, она коснулась очень такого обширного, такого обширной работы. Это связано и с юридической, и психологической, и социальной, и духовной помощью. И для меня это было очень важно, потому что на фоне всех вот этих сегодняшних событий и то, что происходит, очень важно, как могут участвовать церковь и церковь в этих вопросах. И я поднял вопрос, именно коснулся этой темы, потому что в нашей стране многие православные священники доминируют и пытаются препятствовать в этих вопросах. И не замечая, что мы такие же граждане, как и все, да, по вероисповеданиям и другие, но мы также переживаем за наших родных, близких, друзей, знакомых, за тех, которые находятся в тюрьмах и колониях. И очень бы хотелось бы после этой конференции, чтобы как бы немножко и иерархии православной церкви и другие иерархии немножко понимали, что очень важно в этом вопросе консолидироваться, объединяться и помогать. Мы никогда не противостояли, никогда не противостоим ни православной, ни тем более каким-то другим там структурам. Но мы всегда говорили, что только сообщаем мы можем заниматься и духовно, и социально, и правозащитно, и все-все вопросы решать. Поэтому пусть Бог благословит, укрепит и поможет в этом деле. Молитвенной поддержки, конечно, важны для всех нас, и для меня, и для нашего Воронежского региона, да и всей России. Потому что послушав то, что говорят в регионах, это очень актуально. И тот опыт, который мы приобрели за 20 почти лет в Воронежской области, он очень актуален сейчас, он очень важен. И мы будем помогать, будем поддерживать, да благословит нас Господь в этом. Мы прошли более 10 тысяч у нас освободившихся через Назарей, мы участвовали в программах и международных, и федеральных, и межрегиональных. И как вы знаете, опыт есть, все есть, и реально хотим это помогать и поддерживать. Но, есть одно но. Первое, надо понимать, мы все граждане России? Все, правда или нет? Все, слава Богу. Верующие, неверующие, православные, неправославные, все граждане России? Все верующие. Все верующие. Ну, кто во что, понятно. Да, я понимаю. Но очень печально, я думал здесь владыку Иринарха увидеть. Очень печально видеть, что все-таки у нас как-то немножко давит наша главенствующая православная церковь, давит всех тех, кто мыслит что-то не так. Ну, неправильно это все-таки. У нас пример, вот сейчас выступила уполномоченная. Ну, я вот сейчас челябинская коллега, ну, просто прелесть. Дай Бог каждому регионе, чтобы вот так вот и Василий Александрович тоже говорит, работа реальная. Дай Бог, чтобы везде так было. Потому что уполномоченный это тот человек, который может консолидировать общественные, религиозные и другие организации в этом направлении. Да и аминь. Но что у нас? Вот этот ролик не я делал, этот ролик делал тот человек, который получал здесь премии. Это Роман Романцов делал этот ролик. И только недавно сбросил его, знаете, он приезжал и показывал. Но вот на деле, на деле, этот человек, она сказала вот так. Вот как бы, да, она по факту. А по факту создала полностью проблемы на заре. Ее другим организациям решила, я буду тот. У кубернатора я выступил, а давайте создадим совет консультативный. Создали. Ни одной общественной, религиозной организации нет там. И что вы думали, что-то сделано? Нет. Совет влезла в наблюдательную комиссию, совет, вовсюду. То есть человек, который беспардонно ведет себя вот так вот. Ну разве там можно? Вот в чем проблема? Проблема в том, какая политика в регионе. Все. Если у нас, у нас я бы очень хотел бы, хотел бы попросить общественную палату, фонд помощи заключенных. Я знаю Марию Валерьевну почти с самого начала, как она открыла. Дай Бог ей здоровья. Я с ними сотрудничаю с 2003 года. Да, это реальная помощь, поддержка. Кому-то может не нравиться, кому-то что-то. Я тоже бываю эмоциональный, бываю где-то что-то. Ну такой, какой есть. Вы извините, любите или не любите, это уж вам выбирать. Но вопрос в другом. Дела идут? Идут. Работа идет? Идет. Я вот послушал сейчас, вы просто молодцы. Все молодцы. Молодцы, классно. Я просто аплодирую. Каждый в сегментном таком состоянии, в общем, в комплексе или как-то, ну что-то кто-то делает. Но вы представляете, что мы сейчас живем в таком государстве, что и так напряжение, и так напряжение. Вместо консолидации, вместо того, чтобы объединить людей и заниматься этой темой. Вот в моих выступлениях, кто если помнит коллеги здесь давние, я всегда выступал и говорил, кто есть организации, занимающие реабилитацией в регионе. Я всегда говорил. Православная церковь есть, там те-то, там есть, я всегда, никогда. Недавно смотрю, читаю, президентский грант получил у нас Евгений Лещенюк. Я вообще в шоке. Я говорю, Женя, ты священник, и ты враньем занимаешься. Зачем? Он раз так говорит, а в чем дело? Да потому что ты пишешь, пишешь на сайт федеральной палаты, точнее, федеральной администрации президента, так же она курирует, да, насколько я знаю. Пишешь ты сайт, на сайт, указываешь, в регионе нет ни одной организации, занимающейся реабилитацией. Ну как нет? Ну как нет, когда люди занимаются? Создал организацию, одной организацией было преображение, ее закрыли, 800 тысяч списали, потому что разворовали деньги. Почему не участвуют силовые, не знаю. Но зато новые организации открыли, узнали, что на эту тему можно деньги получить. Получают. Что дальше? Дальше мы видим, у нас есть другие центры. Есть там ребята, занимаются трудоустройством, просто трудовые такие, какие-то дома или там еще что-то. Но вы поймите правильно, даже по одному человеку они спасут, выведут, это уже результат. Поэтому мне бы очень что хотелось попросить, вот Сюзанна Геннадьевна и всех вас, коллеги. Давайте мы все-таки какое-то подведем резюме. Либо у нас будет сверху какое-то обращение к главам регионов, чтобы все-таки вот эту вот политику убрали. У меня есть конкретные предложения к действующим тем законодательным вещам, к действующим тем, сейчас можно чуть-чуть быстренько озвучить, ничего, если минуту, а две. Значит, принять закон, все мы хотим, чтобы принять базовый хотя бы закон. Мы его разработали. Десять лет назад еще был у нас руководитель юстиции Орлов, дай бог ему здоровья. Отработали, международный, все отработали, предложили, палату отправили, отправили к Рашиненникову. До сих пор все лежит, очень печально. Дальше, что мы бы хотели? Дополнить в УИК главой о реабилитации бывших осужденных, рассчитывать принципы уголовной исполнительной политики. То есть, чтобы все-таки УИС, уголовная исполнительная система, могла бы, может, даже как-то координировать. То, что мы говорим, служба пробации, ребята, это большие деньги, это много-много. Но есть то минимальное, что можно сделать, чтобы мы сейчас могли хоть как-то чувствовать в себе защиту, помощь и содействие. Второе. Дополнить федеральный закон об основах социального обслуживания, положения возможности оказания помощи бывшим осужденным. Нет вот этой темы, потому что каждый занимается, где медицинское, где что-то трудовое, где социальное, но такого нет. Дальше. В сфере программной политики. Второе. Разработать госпрограмму и включить под программу, существую, под программу создать. Можно? Можно. Тоже, я думаю, может, здесь как-то попросить Палату России, комиссию по взаимодействию. Я не знаю, как это. Давайте как-то думать вместе. Определить показатели программы объема помощи, нуждающихся через инфраструктуру имеющихся центров. И исполнить поручения президента Медведева 2011 года. Никто не исполняет, никто не цитирует. У нас что, президент сменился, а постановление что, так тоже все ушло с Медведевым вместе? Я думаю, нет. Надо тоже эти вещи проработать. Вот. Поэтому, друзья, хотелось бы, хотелось бы немножко нам сконцентрироваться. Я понимаю, каждый делает, каждый занимает свои работы, выполняет много. Нет координации. У нас есть фонд помощи заключенных для координации. У нас есть совет общественных наблюдательных комиссий. Там вообще прописано, прописано четко содействие тем организациям, которые занимаются ресоциализацией. Мы хотим, чтобы правительство нашей страны, администрация президента, палаты, а дальше все структуры знали четко, кто реально занимается на местах ресоциализации, оказания помощи в любом стегменте. Понимаете, мы можем мониторить, мы можем знать правду. Но не так, как это я сегодня с губернатором хороших отношений. На, Толя, тебя мы поддержим. Завтра я плохие. Нет, Толя, мы тебя... Вы что, меня поддерживаете? Ребята, вы политику-то немножко государственную понимать надо. Если вы хотите, чтобы люди адаптировались к жизни на свободе, давайте этим заниматься. Но не надо переходить на лицемерие, лицеприятие или там еще там что-то. Поэтому у меня есть вот такое предложение. Мы не можем сейчас точно знать, пока мы не включим механизм монитора. Пока мы не создадим, как бы, такую, знаете, свою службу внутреннюю. Вот было предложение, я не помню, кто-то сказал. Может, какую-то, знаете, сделать ассоциацию все-таки реабилитационных центров. Я знаю, поднимался этот вопрос, но он заглох. Просто чисто разговоры, это и есть разговоры. Но мне бы очень хотелось, чтобы вот эта тема мы могли знать, понимать и уж тогда предоставлять информацию общественной палате через что? Фонд помощи заключенных, да, и Совет общественных наблюдательных комиссий. Потому что сегодня там, допустим, мало членов ОНК вошли, завтра войдут туда много. Мы тоже понимаем это. Это тот инструмент, который был создан, я, насколько помню, знаю, я стал учредителем Совета ОНК, вот, то по указанию все-таки было президентом, и правительство, там были дано такие рекомендации, и это были созданы в Палате России. Поэтому у меня вот так вот, если я кого-то что-то... Если вопросы есть, я готов ответить. Я сброшу электроны, они у меня все есть, это самое, Сюзанна Геннадьевна. Отвечу Ваш вопрос. Тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.